Чисто питерский хоккей А начинаем мы выпуск сюжета про спортсмена, который прямо сейчас выйдет на этот лёд. И это не хоккеист. В Team Extreme пополнение на льду Сергей Корякин, победитель Дакара 2017 года в классе квадроциклы. А каково гонщику в чаше 12-тысячной арены? Безумно переживал, волновался, но меня поддержал зал, когда я начал махать зал рукой. Все прям так закричали, поддержали. Конечно, буду болеть за СКА, тем более, что капитаном команды СКА является Павел Дацук на мой земляк. Понятно, оба из Екатеринбурга. Ну а что про нашего дакаровца есть на ютубе? Всем привет! Меня зовут Сергей Корякин. И я перед вами уже не как гонщик, а как некий журналист. Посмотрим, как у меня это получится. Не вопрос. Давайте посмотрим, как получится. Дорогие друзья, куда смотреть? На какой лёд? Если работать, то на меня. Все, ладно. Я, казалось бы, в привычном месте. Это гараж, да. Но гараж не простой, а гараж ледовых машин, которые как раз-таки генерируют вот этот вот лёд. И с нами главный специалист Юрий. Юрий, здравствуйте. Меня зовут Сергей. Можете немножко рассказать про конструкцию машин, про двигатель, про мощность, максимальную скорость? Вот такие вот факты нам будут интересны и прикольно узнать. 67 лошадиных сил. То есть не так много, да? Не много. Она, ну, 20-м, она за один седает. Давненько обращал на них внимание. Был интерес, как они работают. И самый такой интересный вопрос, который, наверное, будет волновать зрителей. Сколько стоит такая машина? Я вообще в курсе. Юрий будет дуть, дуть. 4 миллиона евро где-то примерно. То есть ты должен не просто хорошо проехать, но и рассказать о том, как ты проехал. Создать некий элемент шоу, чтобы было интересно посмотреть, потому что у меня есть спонсоры. Мне нужно отработать вот эти деньги, которые они потратили на меня. Деньги немаленькие. На Токаре выступить больше. Юрий будет дуть, дуть. Проверка 15 миллионов. Не, рублей. На самом деле тачка крутая. Давайте залезем, посмотрим, посидим. Тут вот как у такого прям есть специальная кепка. Только при надевании ее можно запустить машину. Все, одел, запустил, поехал. Сергей Корякин гоняет на всяких ралли с 13 лет. Сейчас ему 27. А с 2014 года он не пропускает ни одного Дакара. В этом году правда не повезло. Потерпел неудачу. Я врезался в дюдну, сломал две руки. Поэтому от гонок вернемся к нашим блогерским делам. Очень много рычагов. Это некий бак, да? Там собирается, получается, вот это излишне. Это как некий комбайн, только он собирает не пшеницу, а лед. Да, 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 да. Было интересно, увидел, как много рычагов. Могу представить, как сложно было понять, как они работают, какой рычаг нужно вовремя дернуть. Он вынимал от часов, и потратили, чтобы разобраться, как она работает. 14 лет. Слушайте, а можете немножко рассказать примерно, как вот эти машины менялись? Как бы, все равно же есть какая-то эволюция. На самом деле, общий принцип работы не менялся с 1949 года. Тогда американец Фрэнг Замбони получил патент на такую машину. Конечно, совершенствовались комплектующие, но не более того. Так, остались еще вопросы у журналиста? Как решается вопрос тем, что выхлопы, они же... Фильтр, наверное, да, стоит? Все рассчитано, как бы мелочей. Ну, теперь-то все. А дрифтовать не пробовали? Так, боком нет, не идет? Нет, ничего не надо, потому что борта, стекла... Да, дорого, да? Я увидел газ и тормоз, потому я думал, что я бы смогу погонять... Сколько заправляется в одну машину? Тонна. Тонна, да? То есть, грубо говоря, по 500 витров каждая из-за рассудов. 8 минут, и поляна готова. Спасибо вам большое, было очень интересно пообщаться. Репетируем, типа? А его видно вообще? Вот, посмотрите, какой щупленький оператор. Ну, что там вскрывать, и я тоже. А вот там на скамейке сидят настоящие амбалы. Но, как это ни странно, за ними нужен очень тщательный уход. И сейчас самое время рассказать о новом суперсовременном медицинском центре СК, который только что открылся в хоккейном городе. Сегодня была очень тяжелая тренировка, у меня осталось 85 фелсов. У меня осталось 80 фелсов. Сейчас подлечим до сотки, но сначала давайте познакомимся с медперсоналом. Если выделять, то я бы выделила обязательно Орлову Владимиру Николаевичу. Помимо этого у нас есть Прохоров Дмитрий. О себе, конечно, не скромно говорить, но... Окей, ну пойдемте не спеша осмотрим наш комплекс. Здесь у нас стол для вытяжения позвоночника. Это очень хорошая процедура. Если конкретно, то это сухое вытяжение мышц позвоночного столба. Вот сюда кладут пациента, закрепляется он вот этими ремнями. Потом он лежит целый час и происходит очень медленное вытяжение мышц. После процедуры нужно минут 40 полежать на ровной поверхности. Кстати, это можно делать прямо вот на этом самом столе. Подождите, да где оператор? Ты что хотел? Работать пойду. Не успеешь отвернуться, он уже в инфракрасной сауне. Кстати, все это только для хоккеистов, что ли? Наш мексинский центр сейчас открывает двери для всех желающих. Да, прикольно. А что еще есть? Это барокамера. Это и после физических перегрузок, это и заболевания сердечно-сосудистой системы, это и после травм хорошо, потому что идет насыщение кислородом всей ткани, отсюда усиливается регенерация. Мы сейчас покажем, как ты... В общем, все покажешь. Находясь внутри, он ничего не ощущает. Просто лежит, ему комфортно, кондиционер работает, он может читать книжку, смотреть телефон, спать. Подул. Чувствуете воздух? Давление у нас нулевое. А если бы было давление... Краждение. Ну и как? Здорово? Готов побеждать. Я не болел. Он же не больной, а часто как уставший. Восстанови правильно уставший. Кстати, медцентр будет лечить не только основную команду, но и всех хоккеистов системы СКА. Даже самых маленьких. Мы будем полностью вести от А до Я. Мы будем знать про них все. Все их травмы, все их заболевания, все их тесты, которые они будут проходить, медицинские. И давать какие-то рекомендации. С шести лет. Это очень удобно, что и времени не так много у спортсменов. Все в одном месте, это очень удобно. В России, да, наверное, в Европе мы, наверное, первые, кто открыл медицинский центр на базе хоккейного клуба, где хоккеист может получить весь спектр услуг. И медицинское лечение, и тренировку, и функциональную диагностику. То есть все в комплексе. Причем в очень большом комплексе. Ведь медцентр работает в связке с Центром хоккейного развития. Медики диагностируют и контролируют физическое состояние хоккеистов, а ЦХР разрабатывает систему уникальных тренировок. И там, и там самое современное оборудование. Ну а что вообще, что сейчас чувствует? Да ничего, сжимает, просто ногу ее разжимает. Сжимает ногу сильно, говорит. Да, может, все ушли. Ладно, я тоже сейчас пойду. А пойдем мы в кабинет реабилитации. Если у спортсмена травма коленного сустава, то для улучшения питания, улучшения трофики. Улучшение чего? Что-то непонятно. Мы можем использовать флосинг. Так, давайте дальше. Нужно упражнение для того, чтобы восстановить проприоцентацию. Не, все, хорош. В общем, вы поняли, какие тут профессионалы работают. Ну а есть что-нибудь попроще? Ты, походу, на этих, на лыжах в формах едешь, да? Я работаю, по-моему, не ведешь. А как выглядел медцентр СКА 25 лет назад? В трое маленького кабинета размером 3 метра, наверное, на 3 ничего практически не было. Никакой физиоаппаратуры, медикаменты были в совершенно недостаточном количестве. Ну и сейчас вот такого уровня 750 квадратных метров, я думаю, это радость. Если посмотреть на показатели, то пока все хорошо. Как, нормально? Нет. Я так хорошо говорю. На данной процедуре лучше не отвлекать пациента, потому что тяжело ему и так дышать. А если идет большая нагрузка, если еще его отвлекать разговорами, результаты будут неточными. Так разговаривать нельзя. Может? Ай, не могу вообще спеть. Спасибо. Ну вы поняли, это не медь центр, а песня. Попробовал на себе. Сейчас в полную силу. Играю здоров. Сто хелсов сейчас. Сто хелсов. Что это такое? А что ты паришься? С ним работать. И сняли челлендж. Не в подорку, что говорить? Да скажи, что угодно. Ну сейчас будет клевый челлендж. Про хоккеем будет. Ну а главным героем... О! Ну а главным героем будет Виктор Тихонов. Всем привет. Я Виктор Тихонов. Поможешь? Да. Чем помочь? Короче, челлендж надо помочь сняли. Ну? Какой? Надо придумать еще. Я придумаю, да? Ну типа того. Уполнять кто будет? Ты? А кто? Еще кто-нибудь? А, я буду выполнять, челлендж. Давай гольф будем поиграть. Гольф? Да. Может что-нибудь с хоккеем? С хоккеем что-нибудь. Давайте буду бросать поворотом, поставить какие-нибудь кегли. И я чем быстрее все забью, чем лучше. А что мы обнимаемся? Я тебя люблю, прошу сильно. Ты так празднуешь. А у нас кегли есть? Найдем. Блин, вот ты его за чего. Я Виктор Тихонов. Я снайпер. Положив шайбу рядом со штангой легко. Почему я так уверен? Потому что я тренируюсь каждый день. Я сомневаюсь. Новый чемпион. Что, да ты? Да. Угадай, за сколько я ссобью эти кегли, и ты и стой. Вам нужно угадать, сколько времени понадобилось с точностью до сотой доли секунды для того, чтобы сбить все кегли. Кто будет ближе всех, получит клюшку Сергея Плотникова. Ответ пишите в комментариях, Вконтакте и на Ютубе. Ну, а за репост у нас... Ну, а за репост у нас свитер Антона Белова. На этом все. Пока. Пока.